Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 3 июня. В этот день во всемирной истории. В 1621 году была основана Нидерландская Вест-Индская компания. В 1785 французский изобретатель Франсуа Бланшар продемонстрировал одну из первых действующих моделей парашюта. В 1853 родился английский археолог Флиндер Спитри. В 1867 родился русский поэт Константин Бальмонт. В 1927 в Москве были снесены Красные ворота. В 1950 французские альпинисты Мари Сарцок и Луила Шиналь покорили пик Анапурна, совершив первое успешное восхождение на гору высотой выше 8000 метров. 3 июня 1785 года французский изобретатель Франсуа Бланшар продемонстрировал одну из первых действующих моделей парашюта. Первый эскиз парашюта нарисовал Леонардо да Винчи еще в 1483 году. Он был похож на современный, однако отсутствие практической надобности послужило препятствием для изготовления подобных устройств. Только развитие воздухоплавания спустя 200 лет и частые катастрофы побудили изобретателей вплотную заняться созданием аппарата для благополучного спуска человека с большой высоты. Впервые построил и испытал такое устройство в середине 18 века французский физик Луи Себастьян Ленорман. Он также придумал и само слово «парашют» от греческого «пора» против и французского «шут» – «падение». Сконструированный Ленорманом парашют имел конусообразную форму, был шит из полотна и для уменьшения воздухопроницаемости оклеен изнутри бумагой. Несколько десятков толстых строп сходились к сиденью, сплетенному из ивовых прутьев. Однако никто из воздухоплавателей так и не воспользовался изобретением, хотя его надежность доказали успешные опыты с животными, которых изобретатель сбрасывал на своем парашюте с балкона обсерватории в Монпелье с высоты 26 метров. Французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар усовершенствовал проект Ленормана и впервые продемонстрировал его действия при полете на воздушном шаре. Это произошло летом 1785 года в Лондоне. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился и с высоты 300 метров скинул на парашюте собаку. Животное приземлилось благополучно. Спустя год в Гамбурге Бланшар провел следующий эксперимент. На этот раз с неба на землю спустился баран. Первым смельчаком, который сам с парашютом прыгнул с воздушного шара, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. Случилось это в октябре 1797 года. Однако громоздкие и неудобные парашюты занимали очень много места, поэтому многие воздухоплаватели предпочитали обходиться без них. Проблема стала еще более острой после изобретения и распространения самолетов. Лишь в 1911 году российский изобретатель Глеб Котельников создал первую действующую модель самораскрывающегося парашюта, который можно было упаковать в небольшой ранец. Вскоре парашют Котельникова стали использовать летчики по всему миру. 3 июня 1853 года родился английский археолог Флиндерс Питри. Английский археолог Уильям Мэтью Флиндерс Питри был одной из самых колоритных фигур в истории изучения Древнего Египта. Его бестактность и сварливый характер вошли в поговорку. Питри считал себя единственным и непререкаемым авторитетом в вопросах египтологии и ругал всех других ученых-современников. Тем не менее, его слабости нисколько не умаляют его несомненных достоинств. Это был один из самых выдающихся представителей английской школы египтологов. Интерес к Египту Питри привил его отец, который заинтересовал сына идеями оккультиста Пиаци Смита. В 1864 году Смит издал книгу. В ней на основе своих теоретических измышлений он объявлял пирамиду Хеопса каменной Библией, в пропорциях которой якобы зашифрована судьба человечества. Питри-старший мечтал проверить и дополнить измерения Смита, чтобы подтвердить правильность его выводов. По иронии судьбы, Питри-младший впоследствии своими научными трудами полностью опроверг эти выводы. Свою карьеру египтолога Питри начал на собственный страх и риск, отправившись в Египет в качестве независимого исследователя. Первой своей целью он избрал знаменитый комплекс пирамид в Гизе. Ведь над ученым, напомним, тогда еще давлел авторитет отца и пиацы Смита, завороженных арифметикой пирамиды Хеопса. Идя по их стопам, Питри решил заново измерить пирамиду. Чтобы не удаляться от предмета своих исследований, он поселился в заброшенной гробнице неподалеку. «Чудесное жилище я устроил в гробнице, вытесанной в скале», – писал Питри. «Приделал только дверь и оконную раму, поставил этажерку, подвесил гамак из рогожи, в общем, устроился так комфортабельно, что лучшего желать не приходилось». Там археолог провел полтора года. Пирамиду Хеопса он облазил сверху донизу и измерил ее точнее и полнее, чем пиацы Смит. Но эта титаническая работа, по существу, ничего не дала. Оказалось, что невозможно точно определить, какую точку следует принимать за уровень основания пирамиды. Кроме того, облицовка пирамиды не сохранилась, ее вершина разрушена и, следовательно, любые измерения все равно будут приблизительными. Поэтому любая цифровая мистика, в основу которой положено измерение пирамиды с точностью до сантиметра, с самого начала дискредитирует сама себя. И, надо отдать должное Питре, он сумел понять, что весь его полуторагодичный труд фактически пошел впустую. Правда, нет худа без добра. Эти месяцы стали для него своеобразным водным курсом в египтологию. И лишь когда закончился этот период ученичества, пришло время открытий. Питре совершил революцию в полевой археологии Ближнего Востока. Если прежде целью раскопок было извлечение из земли древностей, то для Питре артефакты стали средством реконструкции прошлого. Он разработал методику, позволяющую датировать разные археологические слои на основе последовательно сменяющих друг друга типов керамики. Ученый провел в Египте 46 лет, а потом еще два десятилетия занимался историей Ближнего Востока в Лондонском университете. 3 июня 1867 года родился русский поэт Константин Бальмонт. Любопытно, что его предки произносили свою фамилию с ударением на первый слог – Бальмонт. Но сам поэт предпочитал вариант Бальмонт, возможно, чтобы он звучал на французский манер. Его отец, Дмитрий Константинович Бальмонт, служил в Шуйском уездном суде и земстве председателем уездной земской управы. Мать Вера Николаевна, урожденная Лебедева, происходила из генеральской семьи. Писать Константин стал очень рано, в возрасте 9 лет. В 1886 году он поступил на юридический факультет Московского университета. Но уже в следующем году за участие в студенческих беспорядках был исключен. Высшего образования он так и не получил, но благодаря своему трудолюбию и любознательности стал одним из самых эрудированных и культурных людей своего времени. С помощью московских друзей стал получать заказы на переводы. В 1899 году он был избран членом общества любителей российской словесности. Решающее время формирования ипоэтического мировоззрения Бальмонта – середина 1890-х годов. Публикация сборников «Под северным небом» и «В безбрежности», перевод двух научных трудов «История скандинавской литературы» и «История итальянской литературы», знакомство с Валерием Брюсовым и другими представителями нового направления в искусстве укрепили веру поэта в себя и свое особое предназначение. В 1898 году Бальмонт выпустил сборник «Тишина», окончательно обозначивший место автора в современной литературе. Ему суждено было стать одним из очинателей нового направления в литературе – символизма. В 1901 году за антиправительственное стихотворение «Маленький султан» власти выслали поэта из Петербурга, запретив ему проживание и в других университетских городах. Константин Дмитриевич уехал за границу. Летом 1905 года он вернулся в Москву, где вышли два его сборника «Литургия красоты» и «Фейные сказки». В декабре того же года Бальмонт, как он потом сам писал, принимал некоторые участия в вооруженном восстании Москвы, больше стихами. В период увлечения символизмом Бальмонт был самым популярным из литераторов, поклонники провозгласили его королем поэтов. Для массовой публики Бальмонт стал воплощением идеального поэта, и Константин Дмитриевич намеренно культивировал этот образ. Имя, звучащее как театральный псевдоним, выразительная внешность, в которой находили сходство и с Дон Кихотом, и со знаменитым французским поэтом-символистом второй половины XIX века Стефано Маларме. Эксцентрический стиль поведения, в котором причудливо переплетались поэтическая романтика и жизненная реальность, все это способствовало созданию образа. Опасаясь преследования, Бальмонт вновь покинул Россию и уехал во Францию. В мае 1913 года, после объявления амнистии по случаю 300-летия дома Романовых, он вернулся в Россию. Он приветствовал Февральскую революцию 1917 года, а затем категорически не принял Октябрьскую революцию. Из-за неприятия новой власти в июне 1920 года поэт навсегда покинул Россию и вновь обосновался во Франции. 3 июня 1927 года в Москве были снесены Красные ворота. Подобные монументальные арки или ворота получили в русской архитектуре XVIII века широкое распространение. Первоначально их возводили в честь военных побед, коронаций при торжественном въезде царского двора в древнюю столицу. В 1742 году была построена весьма пышная арка в честь коронации Елизаветы Петровны, через несколько лет пострадавшей от огня. По этому случаю Сенат распорядился восстановить ворота, сделав их на этот раз каменными. К строительству ворот приступили в 1753 году, длилось оно четыре года. Архитектор Дмитрий Ухтомский, сохранив форму элементы прежнего строения, значительно улучшил общую композицию, увеличил до 26 метров высоту торжественных ворот. Он украсил их богатой лепниной, росписями и бронзовыми фигурами, которые символизировали мужество, верность, изобилие, бодрствование, экономию, постоянство, Меркурия и милость. Это был один из немногих памятников, посвященных не военным победам, а мирным деяниям. Шло время, ворота ветшали, исчезали их бронзовые и лепные украшения, богатые росписи. С появлением в городе трамвая одна линия пролегла сквозь арку ворот, что вызвало протесты у жителей, увидевших в этом умолении достоинств исторического памятника. Название ворот первоначально было связано с тем, что через них проходила дорога на Красное село. Но впоследствии оно было переосмыслено и белокаменные ворота покрасили в красный цвет. Весной 1926 года ворота, наконец, отреставрировали, восстановили лепнину и бронзовые украшения. Однако уже в декабре того же года Президиум Моссовета принял решение снести ряд известных памятников, в том числе и Красные ворота. Эта акция оправдывалась необходимостью урегулировать уличное движение. Против сноса замечательного памятника Елизаветинской эпохи резко выступили многие деятели науки и культуры. Но Президиум в ЦИК в марте 1927 года вынес вердикт – разрешить Моссовету снести Красные ворота. 3 июня 1927 года у памятника собрали безработных, которых набрали на бирже труда и приступили к его сносу. Делали они это неквалифицированно. Многие редкостные элементы и барельефы из белого камня, украшавшие ворота, были разбиты, разломаны, расколоты. Ныне некоторые детали декора, например, статуя ангела, находятся в Музее истории Москвы. Летопись веков – это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok